И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Как я и обещал в предыдущем своем видео, данное видео будет посвящено заявлениям Пашиняна, которые он озвучил за последнее время. Я выбрал наиболее, на мой взгляд, важный из них. Также мы по неволе поговорим о некоторых нестыковках в отношении заявлений Пашиняна и в отношении того, что происходит в Армении. Также мы вспомним, на мой взгляд, я бы сказал, наиболее яркое предсказание, которое сделал Левонтер Петросян еще в 90-е годы. На фоне заявлений Пашиняна оно будет, на мой взгляд, еще больше подчеркивать важность тех изречений, которые сделал Пашинян за последнее время. Потому что, как-никак, предсказание, на котором мы будем базировать, можно сказать, все высказывания Пашиняна, сделал его учитель. Назовем так, политически, политически-духовный наставник. Левонтер Петросян. Но давайте вначале представим общую картинку, а потом посмотрим на фундамент, на фоне которого стоит смотреть на данные заявления, сделанные Пашиняном. Приступаем. И начинаем с первого заявления. Пашинян сообщил о переговорах с Россией по созданию базы в Зангизуре. Ну, данное, в общем-то, заявление, на мой взгляд, мы обязаны были ожидать все вместе, потому что армянская сторона действительно погружена вот в эту ситуацию, связанную с панической капитуляцией, с разломом в сознании армянского народа. Потому что то, что им говорили, и то, что оказалось на самом деле, это вовсе не одно и то же. Не так ли? Поэтому для Армении необходимо, чтобы хоть кто-то стал главным ответственным лицом за будущее существования Армении. Кто этим лицом может быть? По идее, этим лицом мог быть и Азербайджан, и Турция. Потому что ненависти, и уже армянский народ в этом убедился, никто к армянскому народу не испытывает. Есть недоверие, есть многолетние ожидания возвращения земель, но не ненависть. Нет. Тем не менее, по понятным причинам, связанных с недоверием, Армения выбирает Россию. Ну что ж, а что же следует за данным выступлением? Что лежит в основе данного заявления? Для этого мы переходим с вами к следующей статье. Российские военные вузы примут больше армянских курсантов. Опять-таки, заявление Пашиняна. Насколько вы понимаете, эти два заявления и эти два будущих действия связаны друг с другом. Но почему Россия идет на это? Сейчас некоторые скажут, ну, против Азербайджана нет. Россия намеревается держать Армению уже под тотальным контролем. А для этого все-большинство армянских офицеров должны быть выходцами из российских военных учреждений. Потому что, как вы понимаете, каждый из них в момент окончания, как минимум, данных военных академий будет завербован. Это не секрет ни для кого. Но вербуют. При этом во всех, будь то натовские военные учреждения, либо какие-либо другие. Пока есть военные союзы, будет вербовка. Вот почему, кстати, одна из причин, почему Азербайджан не вступает ни в одну из военных коалиций. Зачем иметь на своем территории дополнительных агентов, потому что и так агенты есть во всех странах мира? Зачем? Тем более среди уже своих граждан, имеющих погоны. Как-то так, дорогие друзья. Ну, а мы продолжаем. На фоне всех этих радостных моментов, связанных со сближением, дополнительным сближением России и Армении, тем более в России уже озвучивают даже более обширные планы в отношении вхождения Армении в состав России, странным выглядит, что в ереванском метро снимают указатели на русском языке. Что-то не стыкуется. И я озвучу свое мнение. Знаете, за последнее время я заметил странную тенденцию. Армяне из Армении, именно из Армении, боятся как-либо общаться с азербайджанскими блогерами и так далее. Именно боятся. В частности, они заявляют, что их прослуживают спецслужбы Армении. И через энное время после начала переписки эти люди исчезают. Их находят через неделю живыми, но, как вы понимаете, народ запуган. То есть, с одной стороны, Пашинян стремится к миру, с другой стороны, вот эти непонятные действия, исходящие от определенных, назовем так, особых структур в Армении. Что-то не стыкуется. Плюс, с одной стороны, стремление, как можно тесней примкнуть к России, с другой стороны, снятие русских указателей в Ереванском метро. Непонятно. Крайне непонятная картинка. Знаете, вот, раньше мы говорили, что Армения полностью, некоторые говорили про западное, некоторые говорили про российское. Сейчас невозможно даже охарактеризовать, какая Армения. Она не про западное. Она не про российское. Сейчас некоторые скажут, ну, может быть, она запуталась. Нет, здесь нечто другое. Она раскололась. Этот раскол продолжает иметь место быть даже среди людей в погонах. От этого раскола Армении я еще не избавилась. А также вообще в правоохранительных органах, в органах власти. Ну что же, подведем итог данного последнего моего заявления. Приступим. Часть правоохранительных органов, властных органов, за улучшение отношений с соседями. Но вторая половина, не менее сильная, имеющая прямое отношение к власти, наоборот, более радикальная, чем уличная оппозиция. Раз людей, опять-таки, похищают и арестовывают. В Армении. Потому что, обратите внимание, те случаи, когда получается записать хоть какое-либо достаточно продолжительный видеоролик, зачастую это армянин, проживающий либо в России, либо во Франции, либо в любой другой стране мира. И крайне малое количество армян, которые проживают в Армении. Их практически нет. Странно. Либо они находятся где-то на передовых, куда, видимо, правоохранительные-силовые определенные органы дотянуться не могут. Интересный момент. Простых жителей Армении, которые записали бы с кем-то из азербайджанской стороны видеоролик, нету. Интересно. То есть, армия в основном менее радикальна, чем некие правоохранительные органы. Даже армия Армении. Так получается. Ну, а мы продолжаем. Пашинян заявил, что США, Россия и Франция призывали Армению отказаться от статуса Нагорного Карабаха. Опять-таки, какая-то непонятная нестыковка. Ведь мы все прекрасно с вами помним, как президент Франции Макрон заявлял о том, что Франция готова признать так называемый Нагорный Карабах. И что же мы слышим сейчас? США, Россия и Франция призывали Армению отказаться от статуса Нагорного Карабаха. Что-то здесь, опять-таки, не стыкуется. То есть, официальная позиция Франции, которая была озвучена, была проармянской. Ну, а закулисная политика Франции стояла на основе территориальной целостности Азербайджана? Непонятно. Непонятно, в какие игры играли эти страны. Так же, как непонятна позиция, в частности, США. Э, России, прошу прощения. Поставляя эскендеры Сирии М, так или иначе Армении, коррупционными путями, некоррупционными путями, я сейчас не задаюсь этим вопросом. С одной стороны. С другой стороны, оказывается, Россия тоже требовала от Армении отказаться от статуса Карабаха. Какое-то фантасмагория, не так ли? А не политика. Ну, а мы продолжим. И опять-таки, перейдемте к еще одному заявлению Пашиняна. Пашинян раскрыл новую деталь обсуждений в разгар войны, отметив принципиальность Баку. Я сейчас не буду останавливаться на данной статье, потому что здесь очень много, здесь есть достаточно много его заявлений. Почему не буду? По одной причине, потому что уж слишком много тем, которые более важны, на мой взгляд, чем даже данные заявления, которые имели место в недавнем прошлом, высказанные Пашиняном. Тем не менее, я просто ознакомлю вас с данной статьей, ссылку на которую, так же, как и все ссылки на остальные статьи, которые я озвучиваю, я оставлю под видео. Мы же продолжаем. Очень интересный момент касается Сарксяна. Ну, это бывший президент, бывший премьер-министр Армении. Генпрокуратура Армении направила в военную полицию запрос с целью проверить, не раскрыл ли экс-президент Серж Сарксян секретные данные в ходе одного из интервью. Об этом спутник Армении сообщил глава отдела по общественным связям надзорного ведомства Аравик Хачтрян. Давайте с вами зачтемте, о чем же здесь все-таки, видимо, имело место быть. Что же он такое заявил? Ранее Сарксян заявил, что после апрельских боев 2016 года военно-политическое руководство страны провело тщательный анализ боевых действий. По его словам, на развитие вооруженных сил Армении до 2014 года было предусмотрено 1,3 миллиарда долларов. Из них более 500 миллионов было предусмотрено потратить на развитие авиации, ПВО и закупку беспилотников. До 2024 года планировалось приобрести 2500 беспилотников. Только в 2018-2020 году планировалось закупить свыше 1000 беспилотников. Так скажите мне, кто же на кого собирался нападать? Это так, к слову, неужели кто-то поверит, что все это готовилось для какой-то обороны? Ну, давайте продолжим. Опять-таки не будем останавливаться и на этом тоже. И опять-таки вернемся к высказываниям Пашиняна. Почему я снова решил вернуться к его высказываниям? Потому что в дальнейшем речь пойдет о той самой фигуре, который адресовал свое высказывание, в данном случае Пашинян. Пашинян, Тер Петросян предлагал мне сдать Карабах в 2018 году. Знаете, Левонтер Петросян, в общем-то, заявлял о том, что необходимо сдать Карабах еще в 90-е годы, в конце 90-х. И он говорил, что если данный процесс не будет запущен, то виновниками, виноватыми во всех бедствиях Армении будет сама Армения. Давайте послушаем данное высказывание. Исходя из ролика, который, как ни странно, вышел на достаточно таком, назовем так, но я бы не сказал полностью армянском, но достаточно своеобразном канале. Давайте послушаем. Скажите, в какой момент стороны были наиболее близки к заключению действительно полнокровного мирного соглашения? В 97-м году была возможность решить эту проблему, передать какие-то территории Азербайджану, заключить перемирие и создать промежуточный статус на горного Карабаха, потом уже решить вопрос окончательного статуса Карабаха. Почему этого не произошло? Ну, потому что карабахцы считали, что это было мало. Они думали, что можно еще дожать и получить больше. Не только карабахцы. В моей команде были люди убеждены, что это так. Они не пошли на этот план. Какой вам видится Армении еще через 20 лет? Открытое вооруженное противостояние с Азербайджаном? Или вариант стагна? Нет, 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 я оптимист. У нас сейчас одна проблема. У нас искажена власть. Восстановить это все станет на своем месте. И вопросы с Азербайджаном решатся, и вопросы с Турцией решатся. То есть, если, не знаю, Армения в стране перед катастрофическими ситуациями, то война будет наша. Давайте остановимся. Мы сами слушали эти высказывания, которые, в общем-то, он делал и 30 лет назад, и 20 лет назад, и даже 10 лет назад. Если это не предсказание, то что же? Поставим лайк. Подпишусь, тем не менее, на канал, и я надеюсь, вы сделаете то же самое в отношении моего канала. Нажму на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео с данного канала. На этом все, дорогие друзья. Сегодня на моем канале еще будут видеоролики. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. До свидания.